Здравствуйте! В эфире Город Эс и Татьяна Дмитриева. Какие налоги и в какие сроки нужно оплачивать? Что грозит неплательщикам и кому положены налоговые льготы? Об этом говорим сегодня. И в нашей студии заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Александр Вихров. Ваши вопросы по налогам, платежам и льготам задавайте по телефону 202 11 22, звоните. Здравствуйте, Александр Владимирович. Добрый день. Насколько я знаю, у налогоплательщиков появилась еще одна обязанность. Вот что мы должны делать, кроме того, что платить вовремя налоги? Ну, начнем с того, что фактически налоги у нас идут на пополнение бюджета. Бюджеты у нас, соответственно, бывают федеральные, региональные и местные. С помощью данных платежей решаются вопросы социального характера, содержания медицинских, образовательных учреждений, решения транспортной и социальной инфраструктуры. Кроме того, это идет на поддержку социально незащищенных граждан. Соответственно, пополнение бюджета – это у нас обязанность любого гражданина, который, в принципе, и записан у нас в Конституции нашего государства. Если мы говорим про наши местные налоги, то, прежде всего, основными пополнением местного бюджета у нас является налог на имущество физических лиц и земельный налог. Если мы говорим про региональный налог, это транспортный налог. Значит, на сегодняшний день у нас установлен единый день уплаты данных видов налогов – это 1 октября. Если раньше он у нас, это в зависимости от муниципального образования, значит, дни были разные в 2014 году мы платили, это и 1 ноября, и 5 ноября, и Самара – 1 декабря, городской округ Самара, то сейчас установлен единый день уплаты налогов по Российской Федерации, именно местных. А вообще, вот вы можете проанализировать, собираемость налогов повышается, ухудшается с этим ситуацией, или, собственно, на одном определенном уровне продолжается? Ну, за последние три года у нас местные налоги собираемость стабильно повышается, но минимум где-то на 5%, если там три года назад она была на уровне 68%. Прошлый год мы закрыли с собираемостью 84%, то есть из года в год повышаем, но при этом, как бы, все равно остается та категория населения, которая нас не уплачивает. Понятно. Вот вы сказали, что нужно заплатить теперь налоги до 1 октября, а что будет 2 октября? Соответственно, значит, у нас сегодня самарцы начали получать сводные налоговые уведомления. В этих сводных налоговых уведомлениях присутствует расчет имущественных налогов, это налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог. Все эти налоги необходимо уплатить 1 октября. Срок установлен непосредственно в этом уведомлении. Вот что-то грозит неплательщику уже со 2 числа или нет, или он может подождать, подумать, перепроверить информацию. Переплачен налог, соответственно, с кодексом, с налоговым кодексом Российской Федерации у нас предусмотрены пены, которые начисляются в соответствии с пунктом 4 статьи 75 налогового кодекса из расчета 1,3 ставки рефинансирования. То есть чем дольше вы не платите, тем больше у вас идет. И уже начиная со 2 числа вот эти пены начинают начисляться. Вот и поэтому собираемся, наверное, выше, что люди понимают, что все равно придется платить и еще больше платить в результате. Кроме того, что там предусмотрены пены, если все-таки физическое лицо, налогоплательщик не предпринимает никакие действия по уплате, у нас кодексом предусмотрены определенные действия, которые мы можем совершать. Это взыскание налога через суд за счет имущества. А вот суммы какие-то определены? С какой суммы, начиная, вы можете подать заявление в суд на то, чтобы взыскать с должника вот эти суммы? Определены нашим внутренним регламентом. Это свыше трех тысяч. А, даже так? Я-то думала уже какие-то такие довольно внушительные. А это начиная с трех тысяч, если накопилось, то уже можно ждать повестки. Да, соответственно, потом расходы налогоплательщиков только увеличатся, потому что это будут судебные издержки. Кроме этого, значит, мы можем передать, вернее, после этого передается на взыскание судебным приставом. У судебных приставов в соответствии с их федеральным законом об исполнительном производстве предусмотрена пошлина, то есть от суммы, которая... Да, и издержки еще будут возрастать, понятно. Не менее 7%, но не менее 1000 рублей. Да, я хотела все-таки еще раз вернуться к вопросу, который я задала в начале. Новая обязанность. Новая обязанность, значит, кроме того, что у нас изменился срок... Которая тоже потом грозит какими-то штрафными, наверное, санкциями, наказаниями. С 1 января 2015 года у нас вступил в силу федеральный закон, который обязывает физических лиц уведомлять налоговые органы при условии, что у них есть в собственности объекты недвижимости, либо транспортные средства, по которым они не получали налоговые уведомления на протяжении всего срока владения. Они обязаны с 1 января 2015 года в заявительном порядке сообщить, уведомить налоговый орган, представить документы, подтверждающие право собственности. Уведомление проходит по специальной форме, которая утверждена. Данную форму, в принципе, можно получить либо в налоговом органе, либо эту форму можно распечатать на сайте федеральной налоговой службы. Специальный интернет-ресурс, он так и называется, сообщение об объектах недвижимости. Но в любом случае, даже если распечатаешь, идти придется все равно в налоговую, да? Или можно переслать тоже через интернет туда же? На сегодняшний день тоже у нас есть изменения, которые вступили с 1 июля уже 2015 года. Многие, наверное, уже знают, что у нас есть такой интернет-ресурс, сервис-помощник, личный кабинет налогоплательщика, физического лица. Кроме того, что вы там можете посмотреть сведения об объектах своей собственности, посмотреть уплату, посмотреть задолженность, оплатить через интернет налоги. Кроме этого, реализована такая функция с 1 июля, как неквалифицированная электронная подпись. Давайте мы об этом поговорим подробнее, тем более, что я знаю, что инспекция налоговая к этому подготовилась, даже ролик специально сделала. Я сейчас хочу обратить ваше внимание на вопрос телезрителей и еще раз сказать телезрителям, что вы можете их задавать, время еще есть. Сергей спрашивает, есть сотрудники МВД, которые живут непосредством, как они платят налоги? Так, вот здесь вот контрольные функции у вас есть, какие-то у вашего ведомства? Вопрос, конечно, интересный. В принципе, мы можем отследить всех сотрудников МВД с учетом того, что налоговый агент, то есть работодатель, представляет сведения о доходах, справки 2 НДФЛ. Ну и, соответственно, мы можем отследить, есть у него задолженность, либо нет. Так же, как это делается в отношении любого кандидата, допустим, в депутаты и, соответственно, через квалификационную комиссию судей. Все эти моменты можно отслеживать. Ну вот, нужна специальная вот какая-то заявка, может быть, конкретно кого-то имеет в виду Сергей на вот эту личность или нет? Если он так вот волнуется, интересует, если он видит, что человек живет непосредством и интересуется, как он платит налоги? Или это личное дело каждого? И вмешиваться, собственно говоря, ни Сергей, ни, может быть, даже налоговой службы не может? То есть, если есть какие-то факты, в принципе, можно обращаться к нам в службу, но, с другой стороны, налог на доходы физических лиц в данный момент отслеживается налоговым органом, то есть сумма начисленная заработка. Ну, отслеживается официальная, да, вот, а вот если непосредственно, то уже, наверное, какие-то доходы не очень легальные. Ну, если не официальные, то какие-то должны быть фактуры, сведения для проведения мероприятий налогового контроля. Со стороны судебных и каких-то правоохранительных, и надзирательных каких-то органов, да, ну, не с вашей. Следующий вопрос. Ветеран боевых действий. Я имею ли я налоговую льготу на налог по недвижимости? Олег. Ну, во-первых, нужно внимательно посмотреть, ветеран каких боевых действий, потому что... Еще разница какая-то существует? Кто-то платит, а кто-то нет? Какие-то ветераны? Ну, есть определенные, скажем, в свое время их, как называли, точки, да, горячие. Вот, там какие-то у нас есть, льготы по каким-то нет, поэтому нужно более внимательно... Если возникает конкретный вопрос, можно будет обратиться к нам в справочную службу по телефону 279-4131. Да, кстати, вот телефон справочной службы, он в течение эфира выходит у нас. Более подробно озвучит свою проблему, и мы как раз можем ответить. Понятно. Вот как раз по справочной службе хотела уточнить, там отвечают ваши сотрудники в режиме онлайн, или есть такие вопросы, на которые нельзя сразу ответить? Нужно разобраться в ситуации, проверить какие-то данные, исходы, вот как там происходит все. В принципе, стараемся отвечать в режиме онлайн, с учетом того, что специфика вопросов бывает разная. У некоторых вопросов там касается земли, у кого-то транспорта, у кого-то имущество. Если, допустим, специалист данной справочной службы не может дать ответ сразу, он может переключить сотрудника, который занимается непосредственно этим вопросом. Поэтому стараемся отвечать сразу. Если, значит, все-таки возникает нюанс в необходимости получения дополнительных сведений, то просто говорим налогоплательщику, чтобы он представил документы дополнительные, это особенно связано с НДФЛ, возврат имущественных, социальных вычетов, где непосредственно рассматривается пакет документов. Соответственно, необходимо будет представить, и уже тогда в письменной форме мы в обязательном порядке представим ответ. Следующий вопрос. Имею регистрацию на сайте госуслуги. Степень доверительности 96%. Можно ли получать квитанции о налогах в электронном виде? Значит, налоговая служба развивает свой сервис. Поэтому, наверное, лучше посоветовать физическому лицу зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика. Это можно сделать, обратившись в инспекцию, там буквально порядка 10 минут. А сам человек, вот если дома, зашел в интернет, на ваш сайт, самому самостоятельно невозможно свой личный кабинет зарегистрировать, организовать? Значит, в чем нюанс? Необходима идентификация физического лица, потому что, возможно, да, разные проблемы. Кто-то захотел зарегистрироваться под чужим именем. Физическое лицо приходит с паспортом и с ЭННом. Ему выдаются первичный логин и, соответственно, первичный пароль. Ну, здесь нужно иметь в виду, есть такой нюанс, что действие данного пароля сохраняется в течение месяца. Поэтому физическое лицо должно в течение месяца в обязательном порядке зайти и сменить пароль. То есть... Ну, там сотрудники все объяснят, когда, через какое время сменить пароль обязательно. Да, конечно. Там при подаче заявления для того, чтобы сократить посещение налоговой инспекции, можно указать адрес своей электронной почты, первичный пароль и логин будут скинуты на адрес электронной почты. И уже человек, находясь дома, там либо где-то, где удобно, при наличии интернета, да, может зайти в свой электронный ящик и зарегистрироваться уже на сайте ФНС, поменять пароль. Значит, с учетом того, что я вот ранее начал говорить, но не договорил, это связано с реализацией с 1 июля неквалифицированной электронной почты. Вот вы опять про почту. Я понимаю ваше желание, мы обязательно его исполним, рассказать. Потому что я хочу остановиться еще, знаете, на чем? Вот вы сказали уже, что после трех тысяч уже применяются санкции к людям, штрафные в точности, в том числе. Вот если, допустим, по транспортному средству не платит человек налог, там уже вот какая схема, что может случиться? Транспортное средство, с учетом того, что мы уже будем иметь на руках судебный приказ, который передаем судебным приставам для исполнения данного судебного приказа. Судебные приставы при отсутствии, допустим, источников официальных доходов, за счет которых можно взыскать сумму налога, могут применить такую меру, как арест транспортного средства. Арест, вот это что значит? Что это значит? Изъять его, как на какое-то время? Фактически, значит, оно изымается. Если в определенные сроки физическое лицо задолженность не гасит, то, соответственно, данное транспортное средство может быть реализовано за счет данной реализации, за счет полученных денежных средств будет погашено задолженность. Ничего себе. Ну, разница, соответственно, возвращена. Чтобы это все было видно, наглядно, что такие случаи есть, и что вы не просто говорите, что действительно средства транспортные изымаются, предлагаю посмотреть сюжет, ну а потом мы продолжим разговор. Владелец этой машины задолжал государству 112 тысяч рублей. Такой долг по транспортному налогу накопился у него с 2011 года. Теперь судебные приставы вправе изъять автомобиль в счет уплаты долга. Сейчас автомобиль отправится на стоянку, после чего должнику есть срок 10 дней для того, чтобы он оплатил задолженность. В случае, если он оплатит задолженность, арест автоматически снимается, автомобиль возвращается в должнику. Арест автомобиля – мера крайняя и для должника недешевая. Теперь ему, помимо транспортного налога, придется оплатить расходы на транспортировку, хранение и оценку арестованного авто. Наличие долгов по налогам может помешать и отдыху за границей. Неплательщиков ограничивают в праве выезда за пределы России до уплаты долга. Так что, если вы уже получили налоговое уведомление и квитанцию на оплату, затягивать не стоит. У нас имеются налогоплательщики, которые по каким-то причинам не получили налоговое уведомление. Чтобы произвести оплату, налогоплательщик должен прийти в налоговую инспекцию и получить квитанцию на оплату за должности. Вернее, на оплату начисления за 2014 год. Чтобы расплатиться по счетам, даже из дома можно не выходить. Достаточно зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы налог.ру. Удобный сервис позволяет узнать свои долги по налогам и оплатить их онлайн, а также обратиться в налоговые органы без личного визита в инспекцию. Ну и вот в этом сюжете речь шла о преимуществах такого сервиса, как личный кабинет. И для того, чтобы его все-таки завести, нужно получить сертификат электронной подписи. Вот скажите, пожалуйста, как это сделать? Что это такое вообще? Электронная подпись, сертификат? Кажется, на первый взгляд, что все очень сложно. Начнем с того, что все-таки нужно получить сначала пароль и логин первичный, его поменять. И с учетом реализации определенных информационных сервисов, которые на сегодняшний день уже реализовала Федеральная налоговая служба, это как раз неквалифицированная электронная подпись. А почему неквалифицированная? Вот сразу возникает вопрос, что такое неквалифицированная электронная подпись? Сразу какой-то негатив. Кажется, что это все неправильно и неверно. Есть электронно-цифровая подпись, которая генерируется специальными операторами и которая проставляется на документах и подписывается в электронном виде. Фактически аналогичная функция реализована Федеральной налоговой службой. Физическое лицо из личного кабинета может обратиться и получить электронную подпись через Федеральную налоговую службу. При этом, значит, у нас существует два варианта хранения этой подписи. Это либо физическое лицо хранит ее у себя на компьютере, но для этого придется иметь еще определенный перечень программ, которые, скажем так, тоже приходится там обновлять, да, и, соответственно, получать какие-то там сертификаты или что. Либо это можно осуществлять с помощью Федеральной налоговой службы, значит, сертификат будет храниться в облаке хранилища данном и при наличии определенных действий, которые физическое лицо совершает, ему, допустим, необходимо сдать декларацию 3НДФЛ для получения там налог имущественного либо социального вычета. Данную декларацию он теперь может подавать в электронном виде из своего личного кабинета, проставлять эту электронную подпись, заверять ею документы, и эта декларация уже будет иметь официальный статус для нашей службы. Не нужно будет приходить в инспекцию, все можно будет проводить из дома. Кроме этого, значит, можно подавать заявление также к нам в службу, тоже заверенное этой подписью. Понятно. Вот теперь понятно. И все-таки, чтобы скрепить все наши знания, предлагаю посмотреть ролик, и дальше мы продолжим разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы можете получить усиленную квалифицированную электронную подпись в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России, и использовать ее для юридически значимого документа оборота с различными организациями на многих интернет-порталах, в том числе и на портале ФНС России. Если у Вас нет такого сертификата, то с 1 июля 2015 года для юридически значимого документа оборота в личном кабинете налогоплательщика Вы можете сформировать ключ усиленной неквалифицированной электронной подписи прямо из своего кабинета. Это значительно быстрее, проще и, главное, бесплатно. Обратите внимание, что с такой подписью можно работать только в рамках личного кабинета налогоплательщика физического лица. В других местах ее применять нельзя. Решите, где Вам удобнее хранить ключ электронной подписи – на Вашем компьютере или в защищенном хранилище ФНС России. Личный кабинет предлагает сразу два варианта. Независимо от Вашего выбора, возможности документа оборота в рамках личного кабинета будут одинаковыми, но имеются особенности при формировании и использовании сертификата ключа подписи. При установке на личный компьютер потребуется специальное программное обеспечение, которое надо скачать и установить к себе на компьютер. Пользователю предоставляется возможность скачать только один сертификат. Поэтому рекомендуется устанавливать сертификат именно на тот компьютер, с которого Вы чаще всего заходите в личный кабинет. При необходимости Вы сможете перенести сертификат на другой компьютер. Для этого следуйте инструкции. Другой вариант – облачная технология. Хранить ключ электронной подписи в хранилище ФНС. Тогда Вы сможете использовать любые компьютеры и мобильные устройства с браузерами, и Вам не потребуется устанавливать специальное программное обеспечение. При этом Ваша подпись будет надежно защищена. Решили? Тогда устанавливайте необходимое программное обеспечение на свой компьютер. Или сразу нажимайте «Сформировать запрос на сертификат». Проверьте реквизиты сертификата, введите пароль для доступа, подтвердите свои данные и отправьте запрос. Пароль доступа надо запомнить. В случае его утери необходимо будет перевыпустить сертификат ключа. Через некоторое время, обычно в течение нескольких минут, сертификат будет выпущен. И Вы сможете с его помощью отправлять в налоговый орган подписанные документы. Например, для отправки налоговой декларации 3 НДФЛ заполните ее, сформируйте файл, при необходимости добавьте отсканированные прилагаемые документы, подпишите и отправьте. Просто, быстро и удобно. Мы стараемся сделать наше общение приятнее. Скажите, пожалуйста, вот эта услуга, она востребована, пользуется спрос, популярность? Люди приходят, оформляются, личный кабинет заводят? Личный кабинет на сегодняшний день у нас с момента функционирования данного интернет-сервиса. По Самарской области у нас подключено порядка 340 тысяч граждан. Потому что такое впечатление, что для молодой аудитории, которые разбираются, владеют интернетом, технологиями, облака, вот это все, это востребовано в любом случае, оказалось, услуга. Теперь мне хотелось бы перейти к расчетам, потому что тема такая, расчета налогов, вступил в силу закон о новом налоге на недвижимость. Что лежит в основе расчета налога на недвижимость, в частности на квартиру, дом или дачу? Что-то поменялось? Вот как просто и доступно людям объяснить, что поменялось? На сегодняшний день, с 1 января 2015 года, вместо налога на имущество у нас введен налог на недвижимость. Основное отличие между налогом на имущество и налогом на недвижимость – это порядок его исчисления. Фактически, значит, раньше, в том числе за 2014 год, то есть в 2015 мы будем платить за 2014, еще это по-старому, за 2015 год будем платить в 2016 году, уже по-новому. Сейчас он рассчитывается, ну, если так образно говоря, по инвентаризационной стоимости, или, как говорят обыватели, это стоимость БТИ. А вот слово «кадастровая» это уже часто используется. С 2015 года, значит, налог на недвижимость будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость – это стоимость, которая приближена к рыночной. Соответственно, проведена оценка кадастровая. Она утверждена правительством Самарской области. Есть у нас постановление соответствующее, и расчет будет уже производиться, исходя из кадастровой стоимости. Ну, еще есть нюансы, значит, на предмет того, что каждому налогоплательщику на определенный объект будут представляться вычеты. Это, значит, соответственно, вычеты на комнату 10 квадратных метров. То есть, если, грубо говоря, комната стоит там 500 тысяч, кадастровая стоимость, площадь комнаты будет 16 квадратных метров. Значит, мы 500 тысяч делим на 16 квадратных метров, умножаем на 10, получаем стоимость, которая не будет облагаться. 6 квадратных метров будет облагаться по кадастровой стоимости. Соответственно, для квартиры это 20 квадратных метров, для жилых домов 50 квадратных метров. А вот если у человека там несколько квартир, или несколько там дач, или я даже не знаю, как это все будет рассчитываться? Здесь, наверное, это будет касаться прежде всего льготников. Изменение закона коснулось льготников. Льготу будут предоставляться только по одному объекту недвижимости. То есть одна квартира, один жилой дом, один гараж, либо там какой-то объект недвижимости. А за все остальное полностью нужно будет платить. Вот еще раз хотелось бы уточнить понятие налоговый вычет. Для кого он будет, в каких случаях? Для всех. Для всех. Кто является собственником, соответственно, для каждого собственника будет вычет. Вот по этой схеме, которую вы сейчас озвучили. И вообще вот все вот эти льготы, они носят заявительный характер. О них нужно вот заявлять о том, что вы претендуете на какие-то налоговые там льготы? Льготы носят заявительный характер. Если мы говорим про налог на недвижимость, то здесь немножко есть такой небольшой нюанс. То есть налогоплательщик, если имеет, допустим, несколько квартир, он может самостоятельно выбрать в отношении какой квартиры он будет пользоваться льготой. Для этого ему необходимо подать заявление. И, соответственно, налоговый орган будет учитывать в отношении данного объекта недвижимости. Если физическое лицо не подает данное заявление, то налоговый орган будет представлять льготу по объекту, где у нас наибольшая сумма налога исчислена. И вот знаете еще какие ситуации возникают? Вот дачные участки приблизительно одинаковые. Ну вот один человек, и приблизительно даже вот находятся там вот, ну не рядом, но в одном районе. А почему-то получается, что стоимость разная, и налоги платят разные суммы. Как так происходит? От чего это зависит? Вот тоже хочется разговаривать. Если мы говорим про землю, земля у нас уже давно, расчет земельного налога давно уже идет от кадастровой стоимости. Соответственно, последняя кадастровая оценка земель у нас была в 2013 году. Начала она действовать с 1 января 2014. Значит, кадастровая оценка проводилась специализированными организациями, утверждается также постановлением правительства Самарской области. В принципе, там кадастровая стоимость может зависеть от вида разрешенного использования земельного участка. То есть, эта ситуация возможна, и все зависит от индивидуального участка, от вида. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали о том, как нужно платить налоги, о том, что нужно это делать вовремя. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова